Хор Чо Сон Когда ее не стало, мой муж попросил продолжить ее начинание, чтобы не зря все это было. Но поскольку я, сами видите, не являюсь носителем языка, поэтому я больше сделала акцент на музыкальности, на картинки, так сказать, и мы стали концертным хором. Под чутким руководством Оксаны хор зазвучал по-новому. Коллектив начал гастролировать, их стали приглашать на фестивали и концерты. Чо Сон обрел популярность и покорил сердца многих слушателей. С 17-го мы начали принимать ежегодно участие в московском фестивале «Московская весна» капелла, принимали участие в «Уральской ночи музыки» также неоднократно. В общем, с удовольствием отзываемся на все приглашения. Корейский хор Чо Сон принял участие и в открытии первого всероссийского кей-фильм-фестиваля. Коллектив исполнил несколько ярких композиций, в том числе и легендарную песню группа «Крови» Виктора Цоя на корейском. В корейском хоре нет строгих рамок отбора, поэтому попасть в коллектив можно в любом возрасте и даже без специального образования. Участницы развивают свои таланты в разных областях и, конечно, гордятся своим русским руководителем. Мы с удовольствием приходим на репетиции, мы занимаемся и всегда горды тем, что у нас в облике русского человека, русской женщины такая прекрасная кореянка. У нас много коллективов в Москве корейских, но наш хор считают лучшим и произношение у нас лучше, чем у других, потому что работает с нами Оксана. Впереди у корейского хора Чосон еще много выступлений и оваций, а пока коллектив наслаждается летом. Для участниц это особое время года. Теплыми вечерами они чаще собираются вместе, изучают корейскую культуру, язык, готовят национальную еду и, конечно же, поют.